Друзья, всем привет! Хочется рассказать, сегодня я так и назвала своё видео «Италия глазами украинцев». Так получилось, что мои родные стали беженцами и попали в Италию. И вот то, о чём они мне рассказывали, присылали, как понравилась им эта страна, о прекрасных итальянцах, о довольно хороших, очень хороших людях, гостеприимных, которые готовы делиться всем, что у них есть. Здесь прекрасная природа, замечательная. Вот я и хочу вам об этом рассказать. Там немножко теплее, чем у нас, но замечательно. Природа горная, тёплая, рядом Средиземное море, прекрасный курорт, если бы ещё не война в нашей стране. Было бы вообще прекрасно. Но всё-таки, друзья, красиво, хорошо, но не дома. Хочется домой. Хочется домой, поэтому решили собраться и всё-таки поехать домой. Там очень красиво, там прекрасные люди. Но я знаю, вот хотела вам рассказать ещё, знаю одну женщину. Я её узнала два года назад. Она называется журналисткой и вместе с тем и экскурсоводом. Я действительно думала, что это так, Екатерина. Когда два года назад я смотрела её видео, она рассказывала, итальянцы – это тупые, карабинеры тупые. И вот хотелось узнать, права ли она. Нет, друзья. Там прекрасные, умные, замечательные и добрые люди. Поэтому я ей, конечно, написала. Она там ведёт свои видео. Я ей написала, Катя, вы кроме себя кого-нибудь уважаете? По всей видимости, нет. И она считает чужие деньги, а сама живёт за какие-то деньги на вранье. Очень жаль, что погибают у нас мирные люди. Россия пришла к нам с войной, а другие и очень многие пиарятся на чужом горе. Это очень плохо. Мы увидели Италию прекрасную. Мы увидели прекрасных людей, замечательных, открытых, умных. Несмотря на то, что это Екатерина тогда говорила, мы увидели замечательных людей. Не зря эту женщину Екатерину там и недолюбливают нормальные итальянцы. Потому что злостью может... Может, кто дышит злостью, тот злость и получит. А мы видим только хорошее. Вот увидели то, чего у нас нет. Понятно, там немножко теплее. Мандарины, детвора вначале вообще радовались. Везде мандарины, растут мандарины. Это не только в магазинах. Сестра говорит, а кактусы, какие там громадные кактусы. Какие замечательные горы. И еще хотела поговорить, тоже сказать об одном блогере. Наверное, все вы ее прекрасно знаете. Монтян. Пиарятся, пиарятся на чужом горе. Я говорю, это только неудачники могут пиариться на чужом горе. Надо рассказывать свое. Если ты экскурсовод, занимайся экскурсиями. Если ты адвокат, занимайся адвокатурой. Ну, что ты лезешь в войну? Что ты лезешь в чужое горе? У нас очень много горя. И спасибо людям, тем, которые помогают. Которые помогают как-то забыться от этого всего. Спасибо добрым людям. Погода прекрасная. Я не раз говорю, какая красивая весна у нас. Но какая красивая и прекрасная весна в Италии. Такие вот эти улочки прекрасные, замечательные. Средиземное море. Море. Они все моря красивые. Средиземное. Особенно оно мне показалось более соленым. Не таким, как Азовска. Не таким, как Черное. Тем более, но более соленое. Это то горы, в которые влюбляешься и хочешь ездить и ездить туда. Я надеюсь, что все рано или поздно закончится. Рано или поздно. Если мы будем живы, мы обязательно съездим. И я вам покажу эти замечательные места, которые увидела моя сестра, как говорится. Было бы несчастье, было бы счастье, да несчастье помогло нам. Друзья, подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик. У нас еще очень много хороших, прекрасных проектов, с которыми я хочу вас познакомить. И так как я люблю заниматься травами, буду рассказывать вам о травах, будем куда-то путешествовать вместе. До новых встреч в эфире. Хорошего вам дня, друзья.